Кто нам скажет Разве сказки нужны только детям? Сказки взрослым гораздо нужнее Разве сказки нужны только детям? Сказки взрослым гораздо нужней Долгое время в мире господствовал хаос В нем ничего нельзя было различить Потом в этом хаосе выделились две силы Свет и тьма А из них образовались небо и земля И в это время появился огромный первый человек Его дыхание превратилось в ветер облака Голос его стал громом Левый глаз солнцем Правой луной Из его тела образовалась земля Руки, ноги и туловище превратились В четыре страны света И пять главных гор А пот на его теле стал дождем Кровь потекла по земле реками Мускулы легли земной почвы Волосы превратились в травы и деревья Из зубов его и костей Образовались простые камни и металлы Из мозга жемчуг и драгоценные камни Красивая легенда, правда? Ну, надо сказать, что у всякого древнего народа Есть своя теория и легенда О возникновении Вселенной и нашей планеты Одна из них принадлежит знаменитому греческому философу и математику Анаксагору Который считал, что из всемирного хаоса Благодаря действию всемирного разума Образуются отдельные уплотнения сгустки материи Превращающиеся потом в планеты И надо сказать, что это учение Анаксагора не встретило поддержки в Афинах Потому что он сам был за оскорбление богов Появлен к смерти Только имя участие Перикла Заменило смерть на изгнание Не я потерял Афины Афины потеряли меня Гордость, заявил Анаксагор Ну, а сегодняшняя теория возникновения нашей планеты Не намного отличается Но если заменить понятие всемирного разума На гравитацию Будет примерно то же самое Тем, что природы гравитации мы не знаем В 1734 году О звездах и планетах Задумался знаменитый шведский ученый Естествоиспытатель и теолог Эммануил Сведенборг Который предвосхитил ряд современных изобретений В том числе подводные лодки и самолеты И, кстати, даже утверждал, что разговаривал с богом Так вот В 1734 году Эммануил Сведенборг Предположил, что Солнце и планеты Солнечной системы Могли образоваться из разреженной туманности Из облака космической пыли Правда, самого Сведенборга В связи с этой теорией вспоминают довольно редко Восставила она и другие имена Эммануил Кант Развил идеи Сведенборга В гипотезе, названной небулярной В переводе с латыни Небула означает облако Туманность В 1796 году Свою лепту внес и выдающийся французский математик И астроном Пьер Симон Лаплас Известный своим знаменитым диалогом с императором Наполеон Наполеон спросил его, верит ли он в бога На что Лаплас ответил Ваше вещество, для моей модели мира Бог не нужен Согласно небулярной гипотезе Примерно 5 миллиардов лет назад Молодое Солнце сформировалось Из газопылевого облака И остывая и вращаясь все быстрее Привело к тому, что от него отрывались Как с волчка отрываются песчинки Отрывались газовые кольца И под действием сил тяготения Они преобразовывались В маленькие сгустки вещества Так называемые планеты Земали Размером от нескольких миллиметров До нескольких километров Вот это зародыши будущих планет В том числе и нашей с вами родной планеты МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В конце эпохи формирования планет Солнечная система была населена сотней протопланет Будущие планеты, очищая космос вокруг себя От пыли, газа и более мелких тел Забирали их вещество в себе Все сталкивалось и слепалось Как снежный ком эти зародыши росли И превращались в протопланеты Самыми плотными стали Меркурий, Венера, Земля и Марс Их называют теперь планетами земной группы Они совсем не похожи на остальных соседей По Солнечной системе Солнце возникло Оно характеризовалось Довольно сильным потоком вещества Из него и легкие компоненты Такие как водород, гелий, летучие компоненты Они выдались из зоны образования планет земной группы Поэтому в зоне формирования планет земной группы Остались в основном силикаты Из которых и сформировались планеты земной группы А те газы, которые были выдаты на дальние орбиты Там, где Юпитер находится, Сатурн и Нептун, Уран Там сформировались так называемые планеты-гиганты Которые в основном и состоят Из водорода, гелия и других летучих компаний Среди планет земной группы Земля прошла дальше всех По пути формирования своих оболочек У третьей планеты от Солнца Есть ядро, мантия, кора, океаны, атмосферы Земле повезло Стабильная орбита Достаточно тепла, чтобы вода не замерзала Но и слишком много, столько, чтобы вода не превращалась в пар Не все в Солнечной системе могут этим похвастаться Венера, она менее изучена Но ясно, что там тоже есть свое ядро Своя мантия и, возможно, кора Но там нет океанов из-за того, что очень высокая температура И очень плотная атмосфера На Меркурии Мы пока что еще очень плохо знаем эту планету Но ее вещество в целом более тяжелое, чем у планет Остальных планет земной группы По-видимому, там составляющая, связанная с железом Она более высокая, чем на планетах земной группы По космическим меркам наша Земля молода Ей нет и 5 миллиардов лет Но у Земли нет свидетельства о рождении Как же узнать ее возраст? В 2007 году Александр Немчин и его коллеги Из технологического университета имени Джона Кертина В Перте, в Австралии Нашли в местном горном массиве циркон Циркон или сирикат циркония Один из древнейших на Земле минералов И по его возрасту определяет возраст Той или иной геологической формации Так вот, было установлено, что циркон этот образовался 4,3 миллиарда лет назад И что к тому моменту на нашей планете Уже существовали зачатки континентов, воды И что самой планете было не менее чем 150 миллионов лет Это произвело сенсацию За эти миллионы лет пройден огромный путь От планеты Земали, зародыша До формирования полноценной планеты Конечно, не совсем такой, какой мы ее знаем И все же, этот процесс сборки ученые называют акрецией Процесс акреции, процесс очень энергоемкий Из-за того, что теряется потенциальная энергия Этих частичек космических Выделяется довольно много потенциальной энергии Которая переходит в тепло И по оценкам многих ученых Вот этот процесс акреции продолжался совсем недолго Всего 100 миллионов лет Скорее всего, образуется не один зародыш А в зоне питания той же Земли могло быть несколько зародышей Один из которых все-таки получил преимущественный рост И поглотил потом остальные зародыши С какого момента считать начало роста То есть что считать датой возникновения Земли Я думаю, здесь это вопрос такой очень непростой Подобно туману, подобно облаку и подобно облаку пыли Была Земля при своем сотворении В начале своей телесности Затем горы появились из воды Большие горы выросли мгновенно Только чудом, только магическим искусством Были образованы горы и долины И лебедно-кипарисовые и сосновые рощи Пустили побеги на поверхности Земли Так описывает рождение Земли из темноты и тишины Эпос Майя «Пополь-2» Прояснить биографию Земли могли бы другие планеты Решили ученые И первая же экспедиция американского космического проекта «Аполлон» В 1969 году привезла на Землю 22 килограмма лунного грунта А потом еще и еще К американским миссиям присоединяются советские станции Луна-16, Луна-20 и Луна-24 Всего на Земле оказалось более 200 килограмм лунного грунта На Луне присутствуют породы И возрастом, и более 4 миллиардов лет Это 4,4 и, по-моему, даже старше Вот поэтому возраст формирования Земли Также оценивается где-то порядка 4,5 миллиарда лет Ну, за вычетом того периода, когда Земля только еще росла Из вот этих планетиземалей И что считать вот возрастом Начало роста или уже сформировавшуюся планету С Луной связана еще одна загадочная страница биографии нашей планеты А, собственно, откуда взялась Луна? В 1609 году Галилео Галилеи впервые обнаружил свой телескоп на Луне, кратеры и горы Установлено было, что Луна – каменистое тело, планета По поводу его происхождения возникли три гипотекции сразу Первая считала, что Луна захвачена Землей из мирового пространства Вторая, что на рот Луна оторвалась от Земли И на месте ее на Земле образовалась в Мязино, Тихий океан Ну, а третья считала, что Луна склеилась из разных мелких спутников Вряд ли кто-то думал, что интерес к Луне снова вернется После запуска орбитального телескопа Кеплер 6 марта 2009 года с мыса Канаверал отправился на орбиту астрономический спутник НАСА Эту уникальную космическую обсерваторию оснастили сверхчастительными приборами Предназначенными для поиска планет вне Солнечной системы Спутник назвали в честь немецкого математики астронома Йоганна Кеплера Открывшего законы движения планет К декабрю 2011 года телескоп нашел 33 планеты и 2326 объектов, которые могут быть в планете Вокруг некоторых звезд видно просто вот это пропло-планетное облако В котором и идет образование планеты Вообще астрофизика дает очень богатый экспериментальный результат Что мы можем наблюдать процесс рождения планетной системы Не одной какой-то частной планетной системы Потому что это занимает очень большое время Это миллиарды лет А мы можем просто наблюдая разные стадии разных планетных систем Видеть процесс формирования Точно так же как астрофизики видят путь изменения людей Так сказать, жизни звезды Но одна планетная система Открытая тогда телескопом Керкер Заставила говорить о себе даже людей далеких от этой страны Выяснилось, что в системе КОИ-730 вокруг тамошнего Солнца Вращаются две примерно одинаковых планеты На угловом расстоянии друг с другом порядка 60 градусов Причем по одной и той же орбите Вот такой процесс стал возможен благодаря так называемым сладким провинционным пятнам Или точкам Лагранжа Когда два массивных тела могут равновесить третье В Солнечной нашей системе этого нет У нас всякого рода мелкие астероиды Которые носят название фрианских астероидов Но в принципе, если это так То у Земли мог или есть свой близнец Это открытие вновь заставило вспомнить о ударной теории образования Луны Согласно этой теории, вскоре после формирования Солнечной системы Гипотетическая планета Тея размером примерно с Марс Врезалась в Землю Осколки от взрыва собрались в тело, которое сейчас мы называем Луной Планету близнеца назвали в честь древнегреческой титаниды Теи Матери Гелиоса – Солнце Эос – Утренней Зари И Селенной – Луны По расчетам планетологов До удара Тея должна была находиться как раз в точке Лагранжа Расположенной на орбите Земли Откуда ее столкнули гравитационное возмущение Но это пока лишь гипотеза Время все к тому, что происходило с нашей Землей Если не думать о вмешательстве третьих сил Постепенно-постепенно наша планета разогревалась И вот через 100 миллионов лет после начала образования Формирования вот этого нашего космического тела Температура на глубине 500 километров уже достигала 1500 градусов Эта температура выше даже температуры плавления Основных таких земных пород, типа базальтов Тут, значит, температура превышала эту границу И поэтому началось постепенное плавление земного вещества Когда началось плавление земного вещества Это планетарное тесто стало перемешиваться под действием гравитации Тяжелые частицы стали опускаться вниз Легкие подниматься наверх Началась так называемая гравитационная дифференциация Это очень энергоемкий процесс, связанный с выделением тепла В итоге этого перемешивания образовалось плотное земное ядро Ядро – это центр нашей Земли Оно тяжелое, природа ему непонятна То ли оно жидкое, то ли оно железное А вот притяжение этого ядра вызывает конвективное течение внутри нашей планеты И они, в результате того, что легкие идут наверх Вещества тяжелые вниз Образуют в внешней оболочке нашей Земли Мантию, земную кору И литосферные плиты, которые как раз вот являются твердыми И перемещаются Это континенты, которые как раз перемещаются По поверхности нашей Земли Подчиняясь уравнениям сферической тригонометрии Если сравнивать с молодой женщиной То нашей планете где-то 30 лет Может быть 32 года Самый прекрасный возраст И наша планета еще хорошо выглядит Геологи делят жизнь планеты на теоны Самый древний эон Катархей Или Гадей Это младенческая планета Сутки в начале Катархея делились 6 часов Атмосфера была разреженная А молодое солнце горело слабо Непрерывные землетрясения И падающие метеориты В общем, Земля была не самым приятным местом На смену младенчества Земли Пришло ее детство, Архей Второй эон от 3,5 до 2,5 миллиардов лет назад Гестеродной атмосферы на Земле поначалу не было Но первые анаэробные бактерии Начали формировать многие ныне Существующие залежи полезных ископаемых Позже возникли бактерии и сине-зеленые водороски Ставшие полными хозяевами планеты Древние породы погребены под более молодыми осадками Оставленными последующими эпохами Архей смеются протерозоем Когда появилась атмосфера А планеты постепенно начали заселять живые организмы Современный нам эон фонарозоль В переводе время явной жизни Начался 542 миллиона лет назад Планета к тому времени уже стала привлекательной юной женщиной И дальше я вот нарисовал следующий период Будущая Земля На полмиллиарда лет вперед Земля, которую можно более-менее предсказать И я как раз попытался рассчитать Что будет с континентами в этот период А дальше уже мало что известно Земля будет все больше и больше нагреваться Солнцем Ну полмиллиарда лет Это же будет достаточно Чтобы нам построить космические корабли Переселиться Или даже есть модели Что можно Землю отодвигать от Солнца Или вообще создать новую планету, где нужно Но сейчас мы переживаем как бы рассвет нашей планеты Как женщины, так сказать, в зрелом возрасте И как будто все неприятности остались позади Однако это далеко не так Потому что существует знаменитая теория Суперконтинентальных циклов Валерия Трубицина Которая получила признание и в нашей стране за рубежом Потому что существует теория перестройки Одноящественной системы, двуящественную И последовательное соединение континентов И их разъединение Которое создавал все время академик Монин И существует ряд аналогичных теорий Которые показывают, что цикличность В изменении положения наших континентов Далеко еще не завершена В 70-е годы прошлого века Валерий Трубицин напечатал несколько теоретических работ Которые значительно изменили представление физиков О свойствах твердого водорода Впоследствии вывода Трубицина Были полностью подтвердены экспериментами Тогда не настолько возбудораживали научную общественность Что если верить слухам Сам отец водородной бомбы Эдвард Теллер Обратился к президенту США С просьбой выделить средства Для проверки теории советского ученого Мы вернемся к нашей теме И предоставим слово самому Трубицину Вот современная Земля Я ее взял в положение континентов Температуру внутри Земли Я нашел по сейсмическим данным Ну и тогда нагрел сферу Положил континенты И посмотрел, что с ними будет Но оказывается, они начинают двигаться Три континента Африка, Евразия и Австралия Соединяются И Южная Америка Отрывается от Северной Идет к Антарктиде Изучение истории перемещения континентов Показало, что с приличностью Около 600 миллионов лет Все материки собираются В единый блок, который затем раскалывается Последний циперконтинент Пангея Расколовшийся на те материки Которые мы знаем сегодня Образовался 280-300 миллионов лет тому назад Под каждым континентом Имеется нисходящий поток И когда самый большой поток Здесь тянет соседний континент Он приближается вместе с континентом Образуется очень мощный нисходящий Еще мощнее И он соединяет все континенты в суперконтинент И вот видите Под Индонезией Значит у нас очень холодно И вот здесь Под Южной Америке Где Чили А там значит Как раз дно океана Уходит вниз Плита холодная То есть у нас Есть два водоворота На земле Больших здесь и здесь Ну ясно, что Этот водоворот И тянет сюда Евразию Антарктиду И Африку А здесь Этот разворот Он Тянет к себе Антарктиду И сближается с Антарктидой То есть как бы Есть два центра сгущения континента Валерию Трубицину И его соавтору Юрию Рыкову Удалось доказать Что континенты Состоящие из относительно тонких Плитосферных плит Не более 100 километров Определяют поведение В всей мантии До глубины 2700 километров Не будь на земле континентов Не работал бы механизм конвекции Который активно перемешивает Вещества Внутри нашей планеты Не давая остывать И останавливаться В своем развитии Движение это жизнь Такого рецепта здоровья Даже для целой планеты Вот эта дифференциация Которая образовала Земное ядро Мантию И земную кору Она продолжается И до сих пор И слава богу Что продолжается Потому что пока В мантии происходит Дифференциация вещества Поддерживается Тепловой режим земли И образуются Новые фрагменты Коры Хотя в общем-то Земная кора Ее 90 с лишним процентов Образовалась Еще давно В архее 2-3 миллиона лет назад Но вот остальные 8-9 процентов коры Образуются Даже и в наше время И вот фрагменты Где формируется сейчас Земная кора Это срединно-океанические Хребты Система Срединно-океанических Хребтов Была открыта Благодаря Изобретению Прецизионного Эхолота Относительно Недавно В середине 60-х годов Прошлого века Ученые Обнаружили Что существует Целая полоса Хребтов Которая протягивается Через все океаны Образовывая Как бы Полоску На теннисном Мече Самый типичный Срединно-атлантический Ребят Которые делят Атлантический океан На две Примерно равные части И вдоль этих Хребтов Происходит Внедрение Новых порций Магмы И раздвижение Плит Более плотная Океаническая Литосфера Пододвигается Под континентальную И веществок Попадает В Манте Землю Там опять Происходит Их Деградация На отдельные Такие блоки Которые мы называем Слэбами Вот И там Происходит Опять И такое Гетерогенное Перемешивание И этот процесс Опять циклический Он возобновляется И так вот происходит В течение всех Ну вот Последних Во всяком случае Ну последних Наверное Полутора миллиардов лет Главный эффект От движения Литосферных плит Сегодня Землетрясение И извержение Вулканов В будущем Из-за этого Бесконечного Процесса Перемешивания На реке Земли Появятся Два суперконтинента Один Более мощный Притянет Другой И образуется Новая Пангея Это должно Произойти Судя по расчетам Примерно через 200 миллионов лет Древ континентов Заметно меняет Внешний облик Нашей планеты Вот эти 480 миллионов лет назад Это 290-270 Время сочетания Пангеи Со временем Движение континентов Будет замедляться Пока Рано или поздно Земля будет Остывать На сфере Утоняться Они не сядут На мель Но Нас будет Нагревать Энергия Солнца И Через 3,5 миллиарда лет От этой энергии Земля И все Обитатели Сгорят Будем надеяться Что человечество Сумеет До этого времени Перебраться На какие-то Другие планеты Если вообще Доживем Кто нам скажет Откуда Пришли мы Кто нам скажет Куда мы уйдем Кто сегодня Нам сможет Ответить Сколько Жить нам Столетие Дней Разве Сказки Нужны Только детям Сказки Взрослым Гораздо Нужней Разве Сказки Нужны Только детям Сказки Взрослым Гораздо Нужней